Микс Ньюс Прослушайте промо программы Прямая Речь Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы Здравствуйте, я Абби Келкин и я приглашаю вас на ток-шоу Прямая Речь Слушайте по четвергам С 17 до 18 Да, добрый день, уважаемые радиослушатели Лето бежит очень быстро Особенно быстро бежит лето Месяц остается до начала нового учебного года Много вопросов, конечно, накопилось и у родителей Особенно у родителей тех детей, которых коснется непосредственно вот эти очередные языковые изменения Для части классов они уже вступают в силу прямо с 1 сентября 2019 года Многие задумались и о том, не отдать ребенка в частные школы Ищут какие-то другие альтернативные пути в том числе домашнее обучение, семейное обучение, как хотите О всех таких педагогических и юридических аспектах мы сейчас поговорим с нашими экспертами Будем говорить, может быть, даже и о частном высшем образовании которое тоже подверглось такой языковой дискриминации известный юрист и правозащитник Елизавета Кривцова на студии Добрый день! Добрый день! И педагог, увидитель Центра Ассорти Маргарита Драгева Добрый день! Добрый день! Да, ну, может быть, действительно, начнем о тех новых формах вообще, насколько они реальны может быть, Маргарита для большинства, наверное, Рижан я думаю, прежде всего, возможно, и по финансовым соображениям и частные школы были, в принципе, недоступны Кто-то считал, что в любом случае государственную школу, не знаю, где больше учеников это лучше в коллективе большом чем 2-3 человека там в классе но есть и другие формы обучения давайте, может быть, по порядку о том, к чему мы сейчас приходим или пришли Ну, мы сейчас пришли к тому, что, в общем-то, по закону с 1 сентября частные школы, которые лицензированы у нас в Латвии точно так же переходят на реформы То есть особой разницы нет Особой разницы нет То, что мы платим еще за это Только то, что мы за это удовольствие еще платим Да, поэтому, в общем-то, частные школы лишили возможности реализации авторских программ и авторские программы зачастую касались в том числе и языка обучения тоже Поэтому с 1 сентября альтернатива частной школы где ребенок мог бы получить более качественное образование в большей пропорции на родном языке она, ну, как бы этой возможности нет родителей лишили этой возможности поэтому сейчас варианты остаются это перевод ребенка на домашнее или семейное обучение и здесь хотелось бы тоже развести два понятия потому что домашнее обучение это тогда, когда ребенок обучается на дому по рекомендации врачей и здесь я бы, наверное, не рекомендовала бы злоупотреблять, скажем, придумыванием диагнозов потому что все-таки это останется в истории ребенка и, ну, скажем... Чтобы было домашнее обучение Да, есть нюансы определенные Семейная форма обучения она также проходит в семейном кругу но тогда, когда ответственность за содержание образовательного процесса лежит на семье то есть ребенок присоединяется к какой-то школе которая, согласно своего внутреннего устава может реализовывать семейную форму обучения и обучается самостоятельно сдавая в промежутке либо в конце года либо раз в полгода промежуточную аттестацию есть еще вариант дистанта это тогда, когда ребенок по большому счету обучается точно так же по той же самой программе по таким же учебникам но дистанционно, не находясь непосредственно в классе но что мы видим на сегодняшний момент если мы в Латвии родитель выберет один из этих трех вариантов но давайте не будем рассматривать домашнее обучение где это рекомендация врачей а семейная, либо дистантная то он все равно обучается по реформе то есть по той программе которая стартует с 1 сентября и там точно так же сохраняется и языковая пропорция там точно так же аттестация будет проходить в соответствии с принятыми поправками поэтому сейчас мы, в общем-то, ищем разные варианты присоединения наших ребят на семейную форму обучения к школам, которые находятся либо в зоне Европейского Союза тогда, когда наши дети могут обучаться там либо, соответственно, некоторые выбирают Россию как место, к которой в школе можно присоединиться на семейную форму и тогда получается, что ребенок обучается ответственность за его обучение за освоение программы лежит на семье и это, я сейчас выступлю в такой, наверное, роли злоба полицейского ну, в общем-то, это нелегкая задача для семьи потому что семья должна понять и принять что процесс образования ляжет на плечи родителей ляжет на плечи бабушки, мамы, дедушки там, старших братьев и не знаю, кто в семье за это отвечает и там тоже есть определенные риски риски чисто психолого-педагогические заключаются в том, что на начальной ступени образования то есть в началке от 7 до 10 лет ребенку просто необходимо сопровождение рядом взрослого, но не просто взрослого который и так умеет считать до 20 а взрослого профессионала потому что присвоение норм как бы, ну, обучения формирование такого навыка, как умение учиться это все может быть построено только при участии профессионала только в диалоге со сверстниками решая какие-то общие задачи и с профессиональным взрослым поэтому сейчас, конечно, не позавидуешь ситуации родителей будущих первоклашек потому что перед ними стоит довольно-таки серьезный выбор и большая ответственность о куда они, скажем, поведут своих детей 1 сентября да, вот, Елизавета, все-таки здесь, наверное, важное такое пояснение необходимое правовое семейное обучение даже вот в рамках той реформы, которая происходит она юридически вообще возможна потому что... да, она юридически возможна наш закон об образовании предусматривает семейную форму обучения наши правила кабинета министров они предполагают, что, в общем-то условия, при которых родитель может выбрать семейное обучение оно касается первого-шестого класса то есть там заключение психолога готовность семьи взять на себя это ответственность по образованию ну и там еще какой-то такой же, в общем-то, выполнимый выполнимый критерий то есть по нашему законодательству по закону семейное образование допустимо на всех стадиях по правилам кабинета министров это гарантировано до седьмого класса ну, по факту мы знаем, что семейное образование в Латвии ну, соответственно, закону оно и до 12 класса допустимо оно никак не регулируется, по сути там очень большая сейчас степень свободы там, ну, здесь в данном случае многое зависит от школы, к которой вы прикрепляетесь я не могу сказать, что там это значит, что все там будет тебе надо, как сказать, вот эти пропорции если с точки зрения, смотреть языковых пропорций ситуация будет очень сильно отличаться от школы например, если школа выбрала что математику мы будем преподавать билингвально там, например, два урока значит билингвально, да? билингвально, ну, причем сейчас немножко поменялось билингвально, сейчас получается, например два урока на латышском, один урок на русском это допустимо, да? это допустимо, да кстати, не все директора это вот восприняли хотя вот многие уже залезинзировали такие программы другие думают, что еще это, что такое невозможно ну вот и при этом контрольные могут всегда выпадать на русский урок нет, на русский урок и таким образом, ну, какая-то там есть некоторые это уже нюанс самого учителя, как он построит я просто говорю, если вы приписываетесь к школе как вы будете сдавать эти, ну, вот контрольные это зависит от школы, да? то есть там это все нужно смотреть случай от случая достаточно, учитывая, что это было до сих пор вот эта семейная форма или дистанционная было больше распространено в каких-то исключительных случаях сейчас, вот мы в такой ситуации, когда многие родители думают какие вообще есть еще возможности в области образования действительно, тут достаточно много еще не исследованных до конца областей и само законодательство, оно вот одно дело, что написано в законе другое, что написано в правилах кабинета министров как бы под законном нормативном акте и третье, это реальность и эти все вещи, они различаются поэтому, ну, вот моя рекомендация для родителей которые ищут какую-то вот, какую-то лазейку какие-то выходы это однозначно, ну, объединяться с другими родителями совместное решение находить потому что никто вам не даст ответа как бы, ну, вот в министерстве образования вам не дадут ответа как бы нам уклониться от реформы там скажут, что нельзя а дальше, учитывая вот такой некоторый хаос, ну, такой неупорядоченность этой сферы там найти однозначный ответ так, что вот открыл закон и прочитал к сожалению, нельзя но, с другой стороны, это неурегулированность она способствует тому, что можно более как бы творчески подходить подходить к поиску решений вот, что касается как раз творчества ведь реформа или реформы которую еще затеял господин Шадрускис они же касались не только языка да, я понимаю, что для русскоязычных это было прежде всего, наверное но они касались и самого содержания образования насколько, допустим, там частные школы или даже семейные если они выбирают такую модель они более свободные вот в рамках вот этого, не знаю нового там содержания образования вот этой компетентности я вам не отвечу на этот вопрос то, как у нас ну, по факту ничем частные школы не свободнее да, любая школа может там создать авторскую программу да, это по сути зависит от самоуправления по факту в частных школах чаще попадаются директора и учителя которые это делают для того чтобы что-то делать отличное от государственной системы а в государственных школах в муниципальных школах ну, со временем директора уже начинают просто выполнять эту бюрократию и уже забывают вообще для чего это для чего все это для чего они вообще стали директором ну, к сожалению, система вот так она немножко перемалывает людей и подчиняет бюрократии а не вот этим педагогическим целям я, наверное, хотела бы дополнить со своей стороны по поводу, скажем, опять-таки педагогических особенностей реализации этой реформы здесь такой момент, что педагогов не хватает в принципе везде и в частных, и в государственных школах это первое второе мы на стадии, скажем, разработки реформы компетентности ну, перевода на компетентностный формат обучения мы говорили о том что недостаточно методических материалов недостаточно проработана методическая база и те самые педагоги они просто еще, скажем не прочувствовали этот подход хотя подход на самом-то деле он очень хороший он формирует межпредметные навыки он формирует проектное мышление способность работы в группе это все то, что сегодня, в общем-то, диктуется ну, как бы, внешними факторами технологическим прогрессом там, требованием рынка труда чтобы дети это умели но проблема заключается в том что педагоги не готовы это реализовывать а даже если в коллективе там, из 20 педагогических единиц 3 единицы готовы к этому то логично, что они в меньшинстве то есть, системы не будет это первое а второе на этапах оценивания то есть, экзаменационных работах диагностирующих работах будет оцениваться именно уже компетентностный подход который, к сожалению не будет реализован в полной мере во время образовательного процесса третий момент это то, что для русских школьников вступает в силу одновременно две реформы и мы через, условно говоря, там 2-3 года тогда, когда начнем сравнивать результаты этих реформ мы не сможем и делить зерна от плевела и мы не поймем а где, скажем у нас те самые ну, как бы, хороший опыт да, как принято говорить а где то, что не получилось потому что где помешал язык или где помешал компетентностный подход поэтому сейчас ну, к сожалению наши дети попадают в такую мясорубку истории такой большой эксперимент результат которого будет зависеть либо от семьи либо от каких-то личных способностей детей те, которые как бы все равно пробьются но прогнозировать то что это будет хорошо мы не можем потому что, скорее всего через пару-тройку лет мы столкнемся с тем что предметные знания будут низкими мотивация будет как говорится ниже плинтуса будет отказ от учебной деятельности и образование конечно ну, очень сильно упадет я, может быть, такой еще вопрос задам он, наверное, больше не знаю, политический и даже законодательный вот принято же считать что, в принципе самоуправление ну, которое является, кстати по закону учредителем вот учебных заведений оно в основном отвечает условно говоря за водопровод канализацию за крышу чтобы вот школа была в нормальном состоянии да но не за содержание образователь с одной стороны с другой стороны мы знаем что самоуправление примерно утверждает директоров школ от этого очень много зависит значит ли это что если к примеру чисто гипотетическую власть в Риге в Рижской думе поменяется ну, исключить мы этого не можем с учетом той ситуации которая есть в старейшем муниципалитете то это может в принципе и ударить по школам над меньшинством потому что многие почему-то обращают только внимание что вот там не ту яма на дороге еще чего-то а вот они не понимают что и есть такая составляющая да, такая составляющая есть я здесь тоже имею свой опыт будучи юрмальским депутатом очень большое влияние самоуправление на школы по факту почему-то школьные управы они ну они по закону они должны оказывать методическую поддержку школам но по факту они как-то достаточно расслаблены пускай министерство занимается да, они оставляют это на откуп министерства хотя мое личное убеждение что самоуправления могут и должны принимать большую роль в именно содержании образования но мы знаем много как бы это зависит ну во многом это зависит от активности депутатов но есть вот примеры например в Тукумсе где был достаточно активный мэр который решил что все русские школы надо закрыть и он закрыл русские школы если вы помните там это было наверное уже лет 10 назад пытались писать петиции что у нас же есть русская школа почему вот самоуправление не хочет лицензию продлевать ну это самоуправление решает какую программу в конечном итоге самоуправление я как депутат тоже голосую за то какая программа будет написана в положении о школе какую они программу реализуют и вот на одном примере Тукумса мэр добился того что все русские школы поменяли свои положения и отказались вообще от такой программы нацменьшинств это вот самый простой пример который можно привести что в принципе самоуправление может как открыть школу так фактически закрыть оно может оставить школу но сказать что эта школа больше не реализует программу нацменьшинств она стоит фактически она общую программу второе самоуправление можно сказать все наши школы там программа нацменьшинств реализует в пропорции 80 на 20 и так далее там огромное поле для деятельности самоуправления для творчества да это еще раз говорит о том что не нужно полагаться только вот на что вот министерство все решает да самоуправление тоже решает ну очень много решает если хочет да еще может быть такой вопрос да давайте примем звонок наших адиослушателей так да надевайте пожалуйста наушники добрый день слушаем вас пожалуйста добрый день а если в самоуправлении не очень-то образованный состав этого самоуправления как они могут решать какие программы в школе и к чему детей учить и тому подобное они не за программу отвечают а в целом да я отвечу во первых во всех самоуправлениях есть школьные управы где работают ну специалисты ну в педагогическом образовании да во вторых то что решают депутаты они просто решают ну по сути не про не за содержание программы а вот они выбирают из тех программ которые подготовили специалисты они решают какие из этих программ мы будем реализовывать на практике и это в общем-то вполне ну обычное политическое решение при этом за содержание программы отвечает министерство образования и мы можем сказать о том что судя по тем реформам которые принимаются которые принимают сами министерства образования там тоже не всегда сидят люди скажем так которые понимают угрозу и последствия принимаемых ими реформ, которые, на самом деле, к содержанию не имеют практически никакого отношения. Я думаю, что по поводу компетентностной реформы мое субъективное впечатление, что решениями министерства подчинены логике освоения европейских средств. Не столько вот педагогическое, а мы в проекте написали, что в этом году введем, и деньги на это потратим. Значит, мы введем в этом году, а что там будет, на самом деле, главное, чтобы в отчете написать. Ну, а решения о языке явно обусловлены скорее какими-то политическими амбициями, нежели светлыми помыслами о развитии личности, как у нас написано в законе об образовании. Однозначно. Да, может быть, такой еще один вопрос до перерыва. Что касается дополнительного образования, поскольку родители как могут этот вопрос решать, видимо, с 1 сентября он станет еще более актуальный, когда введут, допустим, 50 на 50, или 70 на 30. Кто-то за счет репетиторов с учителями школы договаривается, официально, неофициально использует там репетив на дому, кто-то обращает вот в центр дополнительного образования. Это вообще способно вот какие-то огрехи или там недостатки, вот то, что в школе ребенок не получает или получает, не то исправить? Или с учетом того времени, которого ребенка остается после школы, это уже нереально? Ну, в общем-то, конечно, какие-то огрехи исправить можно, но если мы посмотрим сам смысл дополнительного образования, его задача доращивать то, что делает школа. То есть, если школа дает базовую предметную базу, то за счет дополнительного образования ребенок может развить в себе А не переучивать его, да? способности, да. То есть, это не еще один урок математики. Это, как говорится, сверху вот те дополнительные занятия, которые необходимы этому конкретному ребенку в соответствии с его способностями, талантами, интересами. А сейчас мы видим историю такую, когда люди приходят в центр дополнительного образования, и мы либо реанимируем ребенка после школы, тогда, когда мы говорим, ты знаешь, учиться, в общем-то, весело, учиться, в общем-то, интересно. Он говорит, да что вы говорите? Вытирая слезы, хорошо. Вытирая слезы, он говорит, да. Либо это, опять-таки, определенные репетиторские услуги, тогда, когда, да, мы догоним математику, мы переобъясним математику, мы ее переучим, и потом он вытирает слезы и идет в школу. То есть, сейчас мы видим то, что сама функция дополнительного образования, ну, да, она, скажем, реанимирует школу. Ну, то есть, проблема, можно, дополнительное образование, наверное, можно, как сказать, заменить школу, но тем самым мы тратим вот это драгоценное время, по сути, ну, в холостую, делаем два раза одно и то же. И не даем ребенку то, что можно дать помимо школы. Хотя родители уже, как налогоплательщик, один раз оплатил за образование. Если так можно сказать. Елизавета Крецова, Маргарита Драгина. У нас в студии небольшая пауза новостей рекламы. Не переключайтесь. Радио Болкома. Еще раз обыдение Маргариты Драгина, Елизавета Крецова. У нас в студии обсуждаем все, что связано с образованием, с русской образованием. Вот перерывы. Мы тоже затронули такую тему. Мы понимаем, что вот языковая пропорция с первого по шестой будет 50 на 50. Там дальше с седьмого, по-моему, по девятый, если я не ошибаюсь, 70-30. И старшие классы вообще 100 на 0. То есть это по существу, ну, как бы образование в латышском языке. И я так понимаю, перед родителями детей, которые или пойдут в этот десятый класс, или уже пошли, в принципе, встает такой вопрос. Хотят ли они вот такое образование на латышском языке? Или если образование на латышском уже неизбежно, ну, лучше пускай слушать тогда грамотный латышский, ну, выбирая между, так сказать, при всем уважении к учителям, зачитывание по бумажке Марии Ивановны и предпенсионного возраста, при всем к ней уважении, да? Или вот тогда носители языка. Что вообще делать? Как сохранить хотя бы и в старших классах, чтобы чуть-чуть там была эта русская школа? Ну, да, то есть, на мой взгляд, да, тоже, если мы смотрим вот концепцию закона, то школа нацменьшинств, ну, или программа, там, или вот эта русская школа в среднем, в 10-12 класс, это превращается в школу для дебилов, да? Мы как бы все на латышском, но вот для русских, то есть будем говорить попроще, показывать там на пальцах и так далее. Но в 10 классе мы бы, мы все-таки, наверное, ожидаем, что человек, ну, латышский все-таки освоит, и поэтому, ну, школа в такой концепции, средняя школа в русской школе, она, ну, обречена на вымирание. Но это не значит, что ничего нельзя сделать, да? Это задача, прежде всего, директора в сотрудничестве, наверное, с Советом школы. То есть не быть по течению, а по этапу что-то сделать. Да, нужно поставить в своей школе, это вот мой совет, наверное, родителям, которые являются членами Совета школы, нужно на ближайшем собрании ставить задачу перед директором, как нам сохранить среднюю школу, что в нашей школе есть такого, ну, вот особенного, за счет чего мы можем сохраниться. Чем соседняя за углом, где на латышке. Та же латышская, да? Потому что есть русские школы, где, ну, там, в рейтингах, они стоят выше латышских, экзамены сдают лучше, чем латышские. Но это нужно, как сказать, родителям, ну, это нужно донести, с одной стороны. С другой стороны, все-таки, сила русской школы в русской педагогической традиции, в использовании русского языка, как канала к знаниям и культуре, трансляции информации, и, соответственно, школа должна найти способ, как это использовать. Реально это получается, то ли это факультативы, то ли это какой-нибудь там дополнительная параллельная программа, типа дистанционного образования, или там... Внеучебная деятельность какая-то. Внеучебная деятельность. То есть нужно садиться и реально вот думать, за счет чего мы можем, там, русская школа, средняя русская школа может выжить. При этом я, наверное, хотела бы дополнить, что, к сожалению, учителя и директора тех самых наших бедных русских школ, они зажаты в тиски законом. То есть они, может быть, и в учительской, в беседках хотят это сохранить, но возможен вариант, что они сами неоднократно на наших встречах говорили о том, что у них есть список функциональных обязанностей, за которые они переступить не могут. Поэтому это лежит на ответственности, да, такой какой-то личной, наверное, истории педагога и директора, которые вот это сохраняют. Это первый момент. А второй момент, я тоже слышу очень часто от родителей, которые говорят, ну я вот с первого класса лучше отдам ребенка в латышскую школу, ну потому что лучше резать, так резать, а не купировать хвост, как говорится, по кусочкам. Тут я тоже хотела бы отметить такой момент, что по опыту это не исследовано, опять-таки невозможно оперировать каким-то статистическим данным, но по опыту могу сказать, что наши латышские школы в массе своей, они не готовы принимать русских детей в свои классы. То есть, речь идет не об одном ученике, не о двух, да, когда будет десятками, да? Да, в общем-то фиксируется так называемая этническая неприязнь где-то, тогда, когда педагоги не обращают должного внимания, они пристыжают за то, что ребенок что-то не понял, что-то не успел. И эта история касается в большей мере началки, то есть малышей, когда ребенок пришел, и там, я не знаю, не успел написать там предложение, потому что это его неродной язык, по сравнению с Янисом, который сидит рядом и, в общем-то, все успевает. Поэтому, если вы все-таки решили взять на себя ответственность и выбрать для своего ребенка латышскую школу, то вы должны быть готовы к тому, что у ребенка будет дополнительный, очень серьезный стресс за счет того, что его могут не принимать в коллективе, а для ребенка это очень важно, что непонятно, какие у него будут происходить процессы непосредственно в голове, тогда, когда он будет находиться в чужом языковом пространстве, и готовы к тому, что, да, может быть, ситуация вот такой этнической нетерпимости. Я, кстати, тоже здесь добавлю, часто сравнивают, ну вот, там в Германии же все на немецком происходит, там в Швеции или еще где-то, в Фринляндии, ну, здесь я хочу заметить, что вот в той же Германии для детей, там достаточно много сейчас из-за беженцев детей с миграционным, как бы, прошлым, там специальный педагог, который занимается именно с этими детками, потому что понимает, что у них языковой барьер. И муниципалитет все это оплачивает. Оплачивает специального педагога, у них есть занятия их родного языка тоже, как бы, там, этих языков очень много, тем не менее, чтобы было уважение к родному языку сохранять. Ну, в нашей латвийской системе, такой, ну, в латвийской школе, как правило, такой системы не созданы. У нас топором все. И на уровне государства никакой специальной поддержки для этого нет. Я так понимаю, что, как выясняется, теперь школы даже не готовы к тому, что когда наши вот возвращаются с детьми из Англии и Ирландии, где дети уже походили в английский детский садик и в школу, сюда приходят, то есть, возможно, разговорный латышский они знают, ну, если, например, латышская семья, да, но и понятно, что эти дети учились все-таки на английском и мы читаем все эти вот статьи, материалы, что школы не готовы. Школы не готовы, и здесь, я думаю, да, здесь надо уходить от этой, как бы, банализации вопроса, когда мы говорим, ну, как, мы же в семье там говорим, вот он и знает язык. Ну, такого нет. Чтобы на профессиональные темы говорить на русском языке, эти темы надо изучать на русском языке. Чтобы делать на латышском и на английском то же самое. Не надо путать поход магазина с образованием, да. Да, ну, с профессиональными сферами, с, как бы, абстрактными понятиями и научными терминами. Это действительно требует отдельной работы. Даже мне, вот, как юриста, чтобы написать текст на, грамотный юридический текст на русском языке, я время от времени смотрю словарь, поскольку я образование юридическое получала на латышском и немецком языке. И в основном, естественно, все документы идут на латышском языке. Да, да, да. Я могу вам сказать еще документ, это чисто из практики, что часто говорят, ну, во дворе выучим язык, или там дома говорим на одном, а там во дворе на другом, и вообще проблем нет. Нет, проблемы есть очень серьезные. Речь есть не о разговоре во дворе, да? Да, речь не о разговоре во дворе, потому что, когда на нашей программе, вот мы часто работаем со старшеклассниками, то есть это ребята 14 плюс, 14-18 лет, которые, в общем-то, в основном владеют двумя языками, то если приходит ребенок, у которого даже два языка в семье, но один базовый, на котором он учился, то на втором языке некоторые темы он не может обсуждать. То есть мы снимаем, ну, условно говоря, этот бытовой язык сливок, общение, да, там все в порядке, а если мы говорим про запустить определенные процессы вовнутрь, которые запускают мыслительные процессы, он уже не может, он либо не успевает, он тормозит, для него там этот вопрос доходит там через там 20 минут, либо у него уже не хватает оперативных, как бы вот этих всех инструментов для того, чтобы с этим работать. И это, и это на самом-то деле очень важный и очень опасный момент, потому что ограничивает в будущем ребят на какие-то серьезные работы. Всегда, конечно, юридически можно спорить о том, насколько государство может так вот жестко регламентировать языковые пропорции. Вот в государственных школах, ну, условно государственных школах, всегда можно спорить, у нас есть традиции и Первой Республики, где это было намного либеральнее и свободнее, да, но тут всегда можно спорить юридически, но вот совершенно необъяснима уже история вот этого грубого вмешательства в частные школы и даже в частные вузы, поскольку, как мы понимаем, с 1 сентября этого года частные вузы не могут на первый курс принимать студентов за плату, чтобы обучаться на русском языке. За плату! То есть, условно говоря, житель, не знаю, России, Узбекистана, Казахстана, если он хочет заплатить здесь деньги и учиться на русском языке, и для этого есть все. Преподаватели, учебная база, программы и так далее, он не может это сделать. Я так понимаю? Да, именно так. Это с точки зрения европейского права, это полный нонсенс, да? Нет, это полный нонсенс, да, потому что если в школе мы еще говорим об освоении языка, то в вузе мы уже говорим об освоении знаний и, по сути, мы говорим о свободе распространения информации, о свободе слова. То есть, студент и преподаватель, каждый, ну, вот в вузе, сейчас во всей Европе, во всех основополагающих документах о вузах говорится, что академическая свобода это условие, без которого современный университет не может существовать. Академическая свобода включает в себя и там предметы, и методы, и в том числе язык обучения. То есть, там найти какое-то рациональное объяснение, ну, невозможно. Уже не говоря о том, может быть, это наивно звучит в Латвии, но, тем не менее, есть рамочная конвенция, к которой мы присоединились по праву нацменьшинства, и там один из пунктов гласит, что нацменьшинства могут учреждать свои учебные заведения. Но я так понимаю, мне как бы тяжело объяснить позицию законодателя, поскольку я стою на другой, и более того, я ожидаю решений Конституционного суда по этому вопросу. И там вы думаете, что они могут быть более позитивными, чем по государству? Я более оптимистично, ну, вообще оптимистично смотрю на этот вопрос. То есть, у нас в начале сентября будет распорядительное заседание по частным школам, когда суд скажет, ну, вот, когда будет заседание и решение. Но это значит, что осенью-зимой мы получим решение по частным школам. Скорее, уже ближе к январю, наверное, пока заседание, пока решение. То есть, ну, получится полгода, частные школы должны там, ну, в полсилы работать, они ничего не могут, не понять, чем все это закончится. Подан Конституционный суд совсем недавно, я так понимаю, по поводу частных вузов. Частные вузы поданы в конце июня, вот, то есть, это уже месяц назад, он принят к рассмотрению, к рассмотрению, ну, и сейчас, как бы, там тоже пошел процесс, то есть, там мы, я думаю, в начале следующего года можно ожидать решения. И вот совершенно на днях, то есть, вчера, подан еще один иск на детские садики, где, вот, на уровне подготовки школы пяти-шестилетних латышский язык назван как, в общем-то, основной, базовый язык обучения, и, как бы, русский допускается в качестве исключения. Это и к частным детским садикам тоже, что ли? Да, 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 к частным детским садикам, но там еще, как сказать, это еще не принято к рассмотрению, и там тяжело прогнозировать сроки, то есть, ну, вот этот вопрос, который... Ну, в следующем году все равно рассмотрят, может, если примят к рассмотрению. Ну, да, 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 то есть, ну, то, что касается вот этого юридических вопросов, ну, в следующем году мы ожидаем целых три решения Конституционного суда, ну, вот, я надеюсь, что частным учебным заведениям, вот, всех видов, и садикам, и школам, и университетам вернут свободу. Академическую в том числе. Академическую свободу, да. И, ну, и здесь, получается, вот там тем же родителям, которые нужно принимать решение, ну, вот, такое... достаточно тяжело сейчас принять решение, но в любом случае то, вот, как бы, что у нас происходит с системой образования и в смысле языковой реформы, и в смысле, ну, некачественного, недостатков при введении компетентностного подхода, ответственность и роль родителей возрастает. То есть разбираться с образованием придется всем, кто хочет своим детей обеспечить образование. Нету сейчас рецепта, вот, куда пойти, где будет хорошо. К сожалению, это, наверное, через года, два-три года ситуация прояснится, и вот, там, следующим родителям уже будет легче. Через два-три года мы уже будем иметь, как говорится, результаты на лицо и на лице наших детей, к сожалению, которые попадают в эту обойму. Нет, ну, результаты мы увидим, у кого лучше получится, у кого... ну, какая из школы-то компетентностным подходом справится, уже будут результаты. Что будет с языковой... Школа, которая изначально была слабее, мы знаем, и такие есть совсем слабенькие, видимо, они не справятся, мы можем ожидать. Можно прогнозировать, наверное, так. Потом, какие будут найдены решения, вот эти альтернативные решения, сейчас достаточно тоже такое бурление в родительской среде. Ну, и через два-три года, вот, следующие родители, кому надо решать про школу, они уже смогут идти по одному из этих путей. Вот, кому сейчас надо отдавать в школу или решать, вот, как жить дальше, ну, вот, не позавидуешь, ну, нужно как-то максимально напрячь свои силы, чтобы принять адекватное решение. Такого просто хотел задать. Я так понимаю, что подача исков в Конституционный суд, это по существу, ну, признание того, что, видимо, надеется, что можно поправить закон в рамках нового парламента, сейчас же пришел новый парламент, в принципе, не приходится, да, с учетом вот расклада политических сил. Нет, да. Потому что вы уже какие-то идеи, что сейчас придет новый Сейм, мы вот внесем эти поправки в закон, и они эти глупости сами уберут, я так понимаю, что этот путь был бы бесполезный, да? Ну, мы сейчас видим, что популизм, как бы, это главная признанная характеристика нашего правительства, поэтому там, как сказать, разум, победа разума пока ожидать не приходится. Поэтому вот такими... Приходится выкручиваться, пока как-то переждать. Что можно вообще в заключении, может быть, вы это уже упоминали, но там в концентрированном виде, все-таки, какую совету и рекомендацию вы должны, можете дать неравнодушным родителям, и тем, которые поведут своих детей в первый класс, и тем, которые, не знаю, сейчас перейдут с четвертого в пятый класс, все эти ступени, и седьмой, девятый, и старшеклассники вообще. Я понимаю, что ситуация разная, но тем не менее, что вообще должны делать родители? Ну, в первую очередь, не пускать все на самотек, то есть, участвовать, узнавать, стараться разбираться и не забывать, что все-таки родители, они одни из заказчиков образования и, в общем-то, имеют право голоса при принятии определенных решений. Второе, это, наверное, в большей мере касается началки, но в меньшей мере уже все их остальные ступени образования мы сейчас тоже обсуждаем и рассматриваем разные варианты альтернативного присоединения к зарубежным школам, перевывод на семейное образование, разработки отдельных программ, и я думаю, что в течение учебного года будут появляться новые-новые предложения для родителей в виде дополнительного образования, поэтому разбираться, разбираться, смотреть, завершивать, да, следить за новостями и ни в коем случае не пытаться угнаться за реформами, потому что сегодня мы, я часто тоже общаюсь с родителями и вижу, что очень многие хотят угнаться за реформы, то есть заранее выучить латышский язык ребенку, заранее еще что-то сделать в трехлетнем возрасте, не надо этого делать, потому что за каждой дуростью не угонишься и лучше здраво взвесить все, как говорится, про и контра и понять, что лучше для вашего ребенка, а для вашего ребенка цель образования это развитие его потенциала, поэтому вот мы планируем как раз 13 августа это через неделю, ну через пару недель проведение семинара для родителей, который выбирает альтернативные формы, насколько это правово, легально, нелегально, какие есть варианты для того, чтобы не пострадало образование детей, для того, чтобы вы оставались как бы в рамках закона и уголовного кодекса. Если есть пару минут, я бы тоже себя добавила, вот как бы я с юридической точки зрения, как Рита сказала, там к 13 августа я готовлю такой более обширный доклад по этому поводу, но в целом, вот моя рекомендация в чем? Посмотреть свежим взглядом на вот это образование, потому что, ну такая вот обязанность, права и обязанности в образовании. Если раньше все было просто, мы как бы что-то там требуем от школы, сдаем ребенка и там пошло. Сейчас, по сути, нам мы начинаем вот разделять. Первое, у нас есть обязанность, обязательное образование до 9 класса, мы должны быть приписаны к какой-то школе. Второй, совершенно отдельный вопрос, как ребенок будет осваивать знания? Оно, может быть, и не связано с припиской в школе, а может и связано. И третий вопрос, какой эти стат будет получать и какие экзамены будет сдавать ребенок, опять-таки, это может быть связано, с каким школам он приписан сам там, а может быть и не связан. То есть, мы можем, по сути, разделить процесс приписки, образования и сдачи экзамена, получения документов. Это все возможно разделить, и это какая-то такая новая ситуация, которая, вот моя рекомендация начать думать вот в таких категориях и без кирпичиков создавать образование своего ребенка. В формировании у родителей новой родительской компетенции, по большому счету. Если до этого была компетенция работы в социальных сетях, то вот сейчас у родителя новая современная компетенция, это разработка образовательной программы для своего ребенка. Нужно, я так понимаю, что они теперь тоже в какой-то степени заочно должны будут учиться. Это, наверное, правильно. Маргарита Драгева, Елизавета Крецова у нас были в студии, и большое спасибо. Спасибо, всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok